Привет! Меня зовут Катя, или Рина Руар, и в сегодняшнем видео я вам расскажу про те книги, которые я прочитала за всё это время. Как оказалось, я не рассказывала вам о прочитанном ещё с июля, точнее, я за июля читалась, а дальше как-то перестала это делать, и поэтому теперь вас ждёт видео, в котором я вам расскажу про те книги, которые я прочитала в августе, в сентябре, в октябре и в ноябре. На самом деле там не так много книг, потому что, например, в августе я прочитала всего одну книгу, и это была книга Дана Сидерес «Ученик дурака». С творчеством Даны Сидерес я была знакома до того, как вышла её книга, и когда я узнала, что эту книгу издали, и тем более тут написано, что прочла и полюбила Вера Полоскова, я решила, что всё-таки надо взять эту книгу и прочитать. На мой взгляд, эта книга на любителя, мне она понравилась, я уверена, что она найдёт своего читателя, и я ей поставила 4 из 5 на Лайфлибе. И, как вы можете заметить, тут много-много закладочек, я так отмечала те стихи, которые мне понравились. В общем, если вы любите поэзию, если вам нравится творчество Веры Полосковой и вообще современных авторов-поэтов, то, я думаю, вам стоит попробовать почитать Дану Сидерес. Следующие две книги, которые я вам покажу, я их читала в рамках книжной банды, и это сказки. Первая — это сказки Галины Соколовой, а вторая — это сказки Италии Луиджи Капуана. Про эти две книги я делала отдельное видео в рамках, как я уже сказала, книжной банды, ссылочка появится где-нибудь здесь, и, конечно же, я оставлю её в описании. Так что, если вам интересно поподробнее знать про эти книги, то пройдите и посмотрите. Если коротко, то это две любимые мои книги детства, я безумно люблю сказки до сих пор, и в детстве я их очень любила, и вот эти две книги я просто обожала. Мои любимые всё-таки, наверное, были сказки Италии, потому что они более такие необычные, магические и классные. Поэтому, если вы тоже любите сказки или у вас есть дети, то я советую вам присмотреться вот к этим двум книгам. Правда, сказки Галины Соколовой я, к сожалению, не нашла в продаже и даже в электронном виде. Следующая книга, которую я прочитала, это был «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса. Вообще «Шантарам» — это такая огромная толстенная книга, но она у меня разбита на два тома, что мне очень нравится. Я долгое время не решалась купить вот это огромнейшее издание, потому что его тупо некуда класть, невозможно носить с собой, и вообще нафига нам не надо. Но когда появились вот такие вот двухтомники в мягких обложках, я не задумываясь себе заказала. Как вы знаете, я без ума от Индии, и вообще я стараюсь читать и смотреть всё, что связано с этой страной. И к «Шантараму» я очень долго присматривалась и очень долго хотела его прочитать. Когда я, наконец, до него добралась, я была в полнейшем восторге от первого тома. Второй том несколько меня разочаровал. Это история про мужчину, который сбежал из австралийской тюрьмы, и теперь он вынужден скрываться, и с помощью своих друзей и просто знакомых и нужных людей он попадает в Индию. И там он живёт под вымышленным именем, с фальшивым паспортом, и он пытается как-то выжить в этой стране, адаптироваться к ней, привыкнуть к жителям, привыкнуть к их образу жизни. В этой книге вы встретите всё. И жизнь и нищету в трущобах, и бандитов, и наркоторговцев, и фальшивомонетчиков, и войну. И кого только вы тут не увидите, тут огромное количество героев, которых всех просто нереально запомнить. Особенно у них очень сложные имена, и я прям порой думала, кто это? Но основные персонажи там очень яркие, очень запоминающиеся. И, конечно же, там есть история любви. Она не ярко выраженная, но в то же время она там присутствует, и от этого считать только интересней. И наш главный герой, он не просто бандит, он благородный бандит. То есть в трущобах он лечит людей, потому что у него есть какие-то основные знания в медицине. Он помогает своим друзьям. И, в общем, он совершает как и плохие дела, как и хорошие. И что мне понравилось, тут нет такого разделения прям вот эти вот хорошие, вот эти вот плохие. Нет у всех героев есть и добродетели, и какие-то пороки. И это классно, я люблю такие книги. Если вы меня спросите, почему первый том мне понравился больше, чем второй, наверное, потому что в первом томе показывалась такая относительно мирная жизнь. То есть как он жил в трущобах, как он знакомился с жителями этой страны, что с ним происходило, как он там устраивался. Вообще много всего происходило. А во второй началась война, которая, на мой взгляд, была довольно странной, довольно бессмысленной. Зачем он туда попёрся? В общем, второй том читался очень сложно и долго. И вообще Шантараг я читала весь август и половину сентября. Довольно долго я пробиралась сквозь эту книгу. И также я знаю, что, по-моему, Джонни Депп выкупил права на экранизацию этой истории. Так что я уже жду, не дождусь, когда можно будет посмотреть её на экранах, потому что это действительно очень интересно. Далее я прочитала книжку Нила Геймана «Дева и веретено». Ну как книжку? Это такая маленькая иллюстрированная сказка. Кстати, иллюстрации здесь моего обожаемого Криса Риддла. Иллюстрации здесь просто шикарные. Их можно одни рассматривать, мне кажется, часами. И эта история, как понятно, из названий, из картинки «Спящий красавец», но рассказана на новый лад. И в ней также присутствуют герои других сказок, что было довольно необычно и интересно. И несмотря на то, что книжечка очень тоненькая, её можно прочитать буквально за 20 минут, несмотря на то, что я догадалась, чем всё это закончится буквально с первых страниц, мне действительно эта история очень понравилась. И я рада, что я купила эту книгу, что теперь она есть у меня в коллекции, потому что я обожаю Нила Геймана. Ну и также эта книга в суперобложечке, она снимается. И здесь вот очень красивая обложка, которая мне даже больше нравится, чем первая. Так что если вы любите сказки Нила Геймана и иллюстрации Криса Риддла, то вам нужно прочитать эту книгу. Следующая книга, которую я прочитала, это была книга Джека Макдэвида «Полярис». Про эту книгу я также делала отдельное видео, ссылочка появится где-нибудь здесь и будет обязательно в описании. Если коротко, то книга мне действительно понравилась. Правда, хочу обратить ваше внимание, что это целый цикл романов про Алекса Бенедикта, и «Полярис» — это вторая книга этого цикла, поэтому если вы захотите познакомиться, то, наверное, лучше начать с первой, которая называется «Военный талант». Я после прочтения «Поляриса» купила себе и ее, но, правда, еще не прочитала. Это фантастика, и «Полярис» рассказывает о будущем, когда люди живут уже не на Земле, а на множестве других разных планетах. И Алекс Бенедикт, он торговец-антиквариатом, и по воле случая он оказывается втянут в историю, которая случилась, по-моему, лет 60 назад, с кораблем под названием «Полярис». В общем, если вы любите фантастику, и вам интересно узнать про эту книгу поподробнее, то переходите по ссылочкам и смотрите. Там я довольно подробно про нее рассказала. Следующая книга, которую я прочитала, я читала ее также в рамках книжной банды, и это книга Эриха Маре Ремарка «Тени в раю». Я безумно люблю Ремарка, это, наверное, один из моих самых любимых авторов, и до этого с этим романом я не была знакома. И также про эту книгу я делала отдельное видео, ссылочка появится где-нибудь здесь или будет в описании. И если вы любите Америку, если вам нравится читать про жизнь людей во время Второй мировой войны, и если вы любите Ремарка, но еще не читали эту книгу, то, я думаю, вам стоит это сделать. И если вы хотите поподробнее знать, что же я думаю про это произведение, то переходите по ссылочкам и узнайте. Скажу только, что, наверное, это произведение понравилось мне меньше всего из того, что я прочитала у Ремарка. К сожалению. Но оно все равно классное. Вот так, сама себе противоречу. Далее я прочитала книгу Анны Гавальда «35 кило надежды». Это самый первый ее роман. Это очень добрая и трогательная история про маленького мальчика, у которого есть проблемы в семье, у которого есть проблемы в школе со своими одноклассниками, потому что он не такой, как все. Он видит мир по-другому. Он немножко другой, и его поддерживает только дедушка. И так происходит, что дедушка заболевает, и у мальчика остается только надежда на то, что дедушка поправится. И он даже про себя говорит. Во мне «35 кило надежды». В общем, это очень милая и очень добрая история. Мне она безумно понравилась. Она такая малюсенькая, она такая коротенькая. У меня нет, к сожалению, бумажного варианта, потому что я читала в электронном виде. В свое время, когда я познакомилась с творчеством Анны Гавальда, я как-то обошла эту книгу стороной, потому что она была очень тоненькая, очень дорогая. Я решила, что она не стоит того. Но теперь я подумываю купить себе бумажный вариант, потому что такая книга, мне кажется, должна быть на книжной полке у каждого. Следующая книга, которую я вам покажу, это «Графический роман. Американский вампир. Книга первая». Авторы Скотт Снайдер, Рафаэль Альбукерки и Стивен Кинг. Про эту книгу я также делала отдельное видео. Ссылочка появится где-нибудь здесь и обязательно будет в описании. Скажу только, что это мой первый графический роман, и я осталась просто в восторге от знакомства с ним. Потому что я думала, что графический роман не для меня, так как тут очень мало текста. Картинки — это, конечно, классно, но все-таки в книге должны быть буквы, как говорится. Но мне безумно понравился этот роман. Я как только прочитала, сразу же заказала себе вторую книгу, и как только я ее прочитаю, я обязательно вам про нее расскажу. А если вы хотите поподробнее знать про эту книгу, то переходите, как всегда, по ссылочкам и смотрите. Еще одна книга, которую я прочитала за все это время, это книга Марины Цветаевой «Повесть о Сонечке». Как вы знаете, я очень люблю поэзию, я очень люблю творчество Марины Цветаевой, но с ее прозой до этой книги я не была знакома, но я давно хотела прочитать «Повесть о Сонечке». Она меня чем-то привлекала, я даже начинала читать ее в электронном варианте, но почему-то она мне не пошла. И я подумала, что это книга из тех, которые надо читать в бумажном варианте. В итоге я наконец-то себе все-таки ее купила. И это не просто как бы выдуманная какая-то история, это воспоминания Марины Цветаевой о своей жизни в Москве и о Сонечке Галидей. Эта книжечка очень тоненькая, такая прям малюсенькая, но я читала ее довольно долго, потому что, как она написана, для меня это было очень сложно и непривычно. Куча-куча нагромождений, всяких чувств, эмоций, переживаний. В общем, это не просто книга, это какие-то вот одни эмоции, сплошная любовь и нежность, грусть, тоска. В общем, здесь собраны весь такой большой спектр эмоций, и читать ее было непросто. Я не смогла поставить ей оценку на Лайфлибе, потому что, мне кажется, таким книгам нельзя ставить оценку. Они либо цепляют тебя и становятся твоей книгой, либо они просто тебя не цепляют. Вот меня эта книга не зацепила, она мне понравилась, перечитывать я ее вряд ли буду, но в то же время я не жалею, что прочитала ее. Далее, в октябре перед Хэллоуином, я читала книгу Рея Брэдбери «Канун всех святых». Я не очень люблю этот праздник Хэллоуин, но в этом году мне захотелось почитать что-нибудь к этому празднику, и желательно, чтобы не страшно. И в итоге я выбрала вот эту вот историю, потому что я очень люблю Рея Брэдбери, а это история для детей, про группу мальчиков, которые отправляются вместе с мистером Смерчем на всякие приключения, спасать своего друга, и в то же время они узнают о том, что же такое Хэллоуин, как вообще произошел праздник, как в прошлом люди в разных странах его отмечали. В общем, это очень милая книжечка, очень интересная, я не жалею, что я ее прочитала, хотя все равно фанатом этого праздника я не стала, но познакомиться с этим произведением Рея Брэдбери было очень любопытно. Чем-то отдаленно эта книжечка мне напомнила «Вино за дуванчиков». В общем, я советую ее прочитать, если вы любите Рея Брэдбери. Ну и, наконец, последние две книги, которые я прочитала в ноябре, это Кирстин Гир и ее Зильбер. Первый дневник сновидений и второй дневник сновидений. Показываю их вместе, потому что одна является продолжением другой, и, собственно, как их еще показывать? Это история про девочку Лив Зильбер, которая переезжает вместе со своей мамой и сестрой в Лондон, так как у мамы появляется мужчина, и она хочет быть рядом с ним. Сестры Зильбер привыкли, что они часто переезжают, потому что у них и мама, и отец за свои работы постоянно переезжают. И вот Лив приходит в новую школу, знакомится с новыми ребятами, и в итоге она оказывается втянута в такую довольно интересную, непростую историю. Группа подростков в прошлом году провела какой-то таинственный ритуал по какой-то такой магической древней книге, и так получается, что им нужна какая-либо девочка, и в итоге их выбор падает на Лив. Происходит куча всего-всего интересного и необычного, но суть в том, что Лив и эти ребята могут управлять своими снами. Так, по-моему, это называется осознанное сновидение, то есть они осознают, что они спят, каждый в своем сне видит дверь, понимает, что он не спит, выходит в коридор, в этом коридоре они встречаются, могут зайти в чужие сны, если дверь не защищена. В общем, происходит много-много всяких интересных штук, путешествий во снах. Конечно же, так как это подростковая литература, тут не обходится без любви. Много всего таинственного и загадочного. Все эти ритуалы вообще меня сейчас немножко удивили, я не думала, что они здесь будут. Но мне очень понравились эти две книги, и я безумно жду уже третью часть, потому что это трилогия. И я прям надеюсь на издательство Робинс, что они как можно быстрее сдадут третью часть. Я вообще хотела снять отдельное видео про эти две книги, но потом подумала, что в следующем году выходит третья, и я лучше сделаю отдельное видео про всю трилогию. Вам эта история понравится, если вы любите Янг и Далт, и любите всякие путешествия во снах, всякие таинственные, загадочные мероприятия. В общем, как вы поняли, я в восторге от этих книг, и с нетерпением жду продолжения. И вообще стоит отметить, издания этих книг, они очень красивые, и мало того, что у них красивые обложки, так они внутри очень красиво оформлены. Вот в первом дневнике это все выглядит вот так, а во втором вот так. Да, забыла сказать, в этих книгах есть блог, который ведет Лидия Тайна, и называется он «Балаба-балаба». И вот он очень напомнил мне сериал «Сплетница». В общем, теперь я надеюсь, вы понимаете, кому эти книги могут понравиться. Я думаю, большинству. Ну, а на этом, наверное, все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то поддержите меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал, и расскажите, какие книги вы читали за все это время, пока я тупила и не рассказывала вам о том, что же я прочитала. И также расскажите, читали ли вы какие-либо книги из тех, которые я сегодня показала. Также не забывайте, что всякие интересные ссылочки я оставляю в описании, что у меня можно найти, наверное, во всех социальных сетях. Я сейчас активно пользуюсь перископом, так что добавляйте меня туда, будем там общаться. Ну и также помните, что я вас всех очень-очень сильно люблю, целую, и что мы очень скоро с вами увидимся. Пока!